Я приветствую вас на телеканале Нефтехим. Вы смотрите информационную программу событиям. В студии для вас работают Айселуха Физова. Вначале коротко о главном. Если человек купил машину, он не может подъехать к подъезду. Просто даже ущебление прав. Ожидание и реальность. Долгожданный ремонт во дворе превратился в разочарование. Жители требуют расширить дорогу и добавить места для парковки. Но им отказывают. Синтервал! 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 Танцы всем возрастам покорны. Необычная дискотека прошла во дворе дома на юности 12. Там мы будем совмещать как тренировки на льду, так и тренировки на земле. Мы сыграем пару контрольных матчей. Полная готовность. Хоккейный клуб «Нефтехимик» провел открытую тренировку перед стартом предсезонных сборов. Кто первый приедет, тот и у нас становился призером, победителем. Молодежь Нижнекамск-Нефтехима сменила установки на картинги. Кто из гонщиков оказался сильнее. Совсем немного осталось до открытия нового ожогового отделения в Нижнекамской центральной районной больнице. Напомним, его строительство стало возможным благодаря Нижнекамск-Нефтехиму. Оснастят отделение новейшим оборудованием на уровне лучших медицинских центров России. Ремонтные работы там вышли на финишную прямую. Иван Ребцов продолжит. Строительство отделения и оснащение его новейшим оборудованием компания начала планировать еще два года назад. Реализация этого масштабного проекта позволит медикам поднять уровень медицинской помощи в Нижнекамске и выхаживать пациентов даже с обширными ожогами. Причем получить соответствующее лечение в нем смогут не только работники Нижнекамск-Нефтехима, но и все жители города и района. В данном отделении будет располагаться шесть коек, из которых две койки оснащены современными ваннами производства Голландии. Также четыре койки реанимационного типа, позволяющие обеспечивать аэрацию воздуха, который позволяет в ускоренном, скажем так, режиме регенерировать поврежденные кожные покровы. На сегодняшний день работы завершены на 95%. Уже завезли оборудование и обустроили палаты. Осталось совсем немного и отделение начнет принимать пациентов. Благодаря Нижнекамск-Нефтехиму и группе компаний ТАИФ население Нижнекамска сможет уже в скором времени получать высокотехнологичное и профессиональное лечение. В принципе, мы давно планировали и ожоговое отделение, и центр экстренной медицинской помощи, потому что мы являемся серьезной больницей, которая обслуживает огромный промышленный район, промышленную зону. Мы должны иметь вот такие службы. Одна из таких служб является ожоговая служба. Она необходима для того, чтобы оказать квалифицированную помощь при больших процентах ожогов, в глубоких ожогах, которые мы вынуждены были направлять раньше. Набережные Чемны, Казань. Но сами понимаете, когда мы направляем в разные большие города, что в экстренном порядке больных, конечно, они страдают, потому что они должны получить сначала квалифицированную медицинскую помощь на месте, потом направляют, потом родственники, потом они, люди, значит, получают большие проблемы. Как объяснил главврач, открытие ожогового отделения позволит избавиться от любых неудобств для пациентов. Ведь все этапы лечения будут осуществляться на базе Нижнекамска. Торжественное открытие центра состоится 31 июля. Иван Ребцов, Власимагин, НМедиа. На Чебинской 7 начался долгожданный ремонт дворовой дороги. Однако радуются ему не все. Дело в том, что там, как и в принципе, во всем городе не хватает парковочных мест. Автовладельцы надеялись, что во время капремонта расширят двор, и территория для стоянки увеличится. Ожидание с реальностью не совпало. Подробнее в сюжете. Гузель Вазиевой. Сегодня во дворе дома номер 7 по улице Чебинской полным ходом идет капитальный ремонт. Специалисты укладывают дорожное полотно и слегка увеличивают проезжую часть. Именно это вызвало массовое негодование жильцов дома. Ведь они ждали парковку. Вот этот дом, 260 квартир, деревня большая, да ведь? Так получается. Вот, пожалуйста, не знаю, если у нас руководители живут в 80-ми годами прошлого века, три машины на деревне. Но сейчас ситуация другая. Если человек купил машину, он не может подъехать к подъезду. Чтобы просто даже ущебление прав. Автовладельцы уверены, прежде чем приступить к ремонту, проект нужно было согласовать с ними. Ведь они уже давно страдают из-за недостатка парковочных мест. Были возмущены, были проведены собрания, но людям сказали, что это уже план утвержден. Но зачем приглашать людей, если план утвержден? Надо приглашать людей до того, как вы хотите сделать ремонт. Сотрудники компании, проводящие ремонт, сообщили, что работы они проводят согласно проекту, который дал заказчик. Парковка там действительно не значится. Мастер по ремонту дороги выразил свое предположение по этому поводу. Как раз-таки, как видим, вдоль территории, где можно поставить парковку, у нас проходят силовые кобеля, которые питают не один дом. То есть под всеми парковками, проезжими частями и так далее, если идут силовые какие-то кобеля, они должны быть либо в гильзе, либо их, в принципе, там быть не должно. Но опять же, это мои догадки, так как мы всего лишь исполнители. В управлении ЖКХ и благоустройство города этот факт подтвердили. Под участками, где жильцы хотели бы видеть места для парковки, действительно проложены высоковольтные линии, и для стоянки эту территорию использовать нельзя. В целом, проблему отсутствия парковочных мест во дворе решить можно, сообщили в управлении ЖКХ. Для этого совет дома должен рассмотреть вариант организации стоянки на газоне. Гузель Вазиева, Айселуха Физова, Марина Чернышкова, НМедиа. На очереди оперативная сводка, не переключайтесь. Нижнекамец лишился прав и автомобиля. Долг по алиментам в размере 390 тысяч рублей вынудил мужчину устроиться на работу. Судебные приставы обязали его выплачивать одну треть от заработной платы своим детям. Но мужчина это требование проигнорировал, тем самым был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов исправительных работ, а также ограничил его в праве управления автомобилем. Сегодня рано утром рядом с Заинским мостом на автодороге Нижнекамск-Чистополь 39-летний водитель автомобиля «Шевроле-Авео» пренебрег правилами дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с внедорожником «Туарек», за рулем которого был 44-летний мужчина. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где его встретила Лада Гранта. В результате ДТП пострадал водитель внедорожника, у него диагностировали тупую травму живота. Со дна реки Ик в Мензелинском районе Татарстана достали автомобиль ВАЗ-2112. В салоне находилось тело 26-летнего жителя набережных Челнов. По предварительным данным, накануне ночи мужчина не справился с управлением и слетел с обрыва в воду. В момент аварии в автомобиле находился еще один мужчина. Он смог самостоятельно выбраться из салона авто и вызвать спасателей, которые и извлекли автомобиль с глубины 5 метров. Вы смотрите программу события. Для тех, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамска и не только. Вы можете найти на сайте media.nk.ru, а также в группе ВКонтакте. Подборка новостей на наших интернет-площадках вас приятно удивит. Ничего лишнего, только самые горячие и интересные. Мы будем рады вашим комментариям. А сейчас я передаю слово своей коллеге Евгении Смоленковой в центре внимания новости производства. Здравствуйте. Пришло время новостей промышленного сектора. Прямо сейчас вы узнаете о том, что интересного произошло в компании Нижнекамскнефтехим и не только. Вначале коротко о главном. Участок пути 60 метров. Меняем 80 железобетонных шпалок. Важная составляющая. На территории промышленной площадки Нижнекамскнефтехим идет реконструкция железнодорожных путей. С тех пациентов, кто прошел здесь вот этот скрининг, мы эти карточки, мы дальше анализируем. У нас есть целая команда, кто занимается этой аналитикой. Обследование продолжается. Сотрудников компании Нижнекамскнефтехим осмотрела главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана. Мы уже рассказывали в нашей прошлой программе об очередном успехе Нижнекамскнефтехима. Буквально на днях был сформирован список лучших товаров Республики Татарстан. В него вошла и продукция градообразующего предприятия. По решению экспертной комиссии звание лауреата республиканского конкурса присуждено линейному полиэтилену низкой плотности. О нем наш следующий сюжет. На сегодняшний день Нижнекамскнефтехим является единственным в России производителем линейного полиэтилена низкой плотности. Его основное назначение – производство стретч-пленки, с которой мы часто встречаемся в повседневной жизни. Эту пленку вы всегда видите в магазинах. В ней упаковывают товары пищевого назначения. Также различные товары упаковывают, палеты. В разные области применения в данной пленке. Значит, пленка прозрачная, имеются сертификаты на использованность пищевой продукции. Данный продукт пользуется очень большим спросом у отечественных переработчиков. Если в 2009 году, когда его начали выпускать, объем производимого товара составлял 17 тысяч тонн в год, то сейчас – 180 тысяч тонн. Нижнекамский полиэтилен можно назвать уникальным. Переработчики закупают новое оборудование, рынок ее применения расширяется. Переработчики оборудования смешивают наш материал с другими марками. Встреч пленки мы знаем, это не просто тонстый, это как бы слоеный пирог из разных марок полиэтилена. Но базовым компонентом данной марки является 51-18 КОЭМ. Производят полиэтилен низкоплотности в одном из самых молодых подразделений акционерного общества на заводе пластиков в цехе экструзии полиэтилена. Можно отметить, что при изготовлении продукта нефтехимики используют сырье собственного производства. Поступает оно с заводов этилена и олигомеров и гликолей. Следят за распределением компонентов аппаратчики дозировки. У нас несколько добавок, то есть у каждой добавки свои свойства. То есть если не досыпешь какую-то добавку, качество у нас потеряется. Мы постоянно следим за процессом, то есть за как дозируется, все правильно, неправильно. Уделяем большое внимание за качеством, за процессом. И каждый грамм у нас на весу. Полиэтилен низкоплотности был разработан специалистами компании Нижнекамск-Нефтехим. Данная марка имеет улучшенную перерабатываемость, обеспечивающую высокое качество пленок, хорошую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, а также высокую прозрачность. Сама марка, базовая ее марка, была предоставлена лицензиаром. Мы ее здесь доработали в сотрудничестве с НТЦ, с лабораторией УПО, это Салахов, начальник лаборатории. Совместными усилиями мы улучшили ее потребительские свойства, качественные характеристики путем как изменения рецептуры добавок, так и на полимеризацию. Победа на республиканском конкурсе «100 лучших товаров России» дает Нижнекамск-Нефтехиму возможность представить данную продукцию уже на федеральном конкурсе. Его результаты станут известны в декабре. Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМЕДИА. Управление железнодорожного транспорта является неотъемлемой и важной составляющей Нижнекамск-Нефтехима. Ведь компания ежегодно отправляет потребителям сотни вагонов и цистерн, груженных пластиками, каучуками, а также жидкими нефтехимическими продуктами. Доставить груз вовремя и в надлежащем состоянии – такова задача управления. В этом деле многое зависит от исправного состояния железнодорожных путей. Чтобы содержать их в норме, подразделения ежегодно проводят капитальные ремонтные работы. Так, недавно рядом со складом отгрузки каучука КАИ-5 начали менять деревянные шпалы на железобетонные. Подробнее расскажет Айсилу Хафизова. Вот уже более трех лет Владислав Колпаков с рельсами на «ты». Компанию Нижнекамск-Нефтехим пришел сразу после армии. Подобные ремонты в его трудовой биографии – дело привычное. Ежегодно в теплый сезон он со своими коллегами по цеху занимается ремонтом железнодорожных полотен. Наша задача в основном состоит для бесперебойного движения поездов, для транспортировки вагонов как на территории химии, так и с территории химии. С задачей мы справляемся, работаем добросовестно, выполняем срок в принципе. Только представьте, на балансе Нижнекамск-Нефтехима находится 68 километров путей. Примерно такая же длина трассы от Нижнекамска до Менделеевска. За качеством состояния сооружений пути и путевых устройств необходимо тщательно следить, поскольку от этого зависит своевременная доставка грузов потребителям. Любые помехи на путях могут привести к повреждению груза. На сегодняшний день сотрудники управления ведут капитальный ремонт железнодорожного пути на пересечении с автомобильной дорогой к складу от грузки Каучука. Участок пути 60 метров, меняем 80 железобетонных шпал, которые были деревянные шпалы, пришли в негодность, устанавливаем железобетонные. Рельсы по износу еще в пределах нормы, поэтому рельсы оставляем старые. Соответственно, меняем пересечение на стил автодороги. Реконструкцию железнодорожного переезда нефтехимики отработали за два дня. Быстро и слаженно. Задерживать отгрузку очередной партии груза не пришлось. Вчера в 7 утра вывели два вагона, груженных Каучуком. А уже в 8.00 начали ремонтные работы. Сегодня объект сдали к 7 вечера. Подобными работами сотрудники управления начали заниматься уже с апреля текущего года. У нас по программе идут 11 переездов. Шесть из них мы отремонтировали. Будет привлекаться уже подрядная организация соответствующая. Мы планируем провести ремонт шесть стрелочных переводов и два участка пути где-то общим протяжением около километра. Всего в ремонте задействованы 12 человек. К ним на помощь пришла и тяжелая техника. Автодрезина, железнодорожный кран, экскаватор и самосвал. На летний период у сотрудников управления большие планы. Но и с наступлением зимы работы не заканчиваются. Нужно привести в порядок технику и круглосуточно очищать железнодорожные пути от снега. В компании Нижнекамскнефтехим завершился кардиологический осмотр работников предприятия. Из Казани для этого прибыла главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Зульфия Аким. Она провела углубленное обследование мужской половины нефтехимиков. Цель – раннее выявление признаков любой патологии сердечно-сосудистой системы. Подробности в следующем сюжете. Болезни сердечно-сосудистой системы представляют высокую опасность для современного человека. Список факторов, которые способствуют формированию подобной патологии, достаточно обширен. Среди основных – гипертония, повышенный уровень холестерина в крови, сахарный диабет, курение и наследственная предрасположенность. Для того, чтобы защитить своих работников от столь опасных болезней при помощи выявления и лечения их на ранних стадиях, руководство компании «Нижнекалский фтехим» пригласило специалистов из Казани. Ранее врачи уже провели в здравпунктах заводов акционерного общества профилактический кардиологический осмотр работников. Сейчас для них составляется карта последующего обследования. С тех пациентов, кто прошел здесь вот этот скрининг, мы эти карточки, мы дальше анализируем. У нас есть целая команда, кто занимается этой аналитикой. Мы анализируем и их просто отбираем, кто направляется к сосудистому хирургу, кто к эндокринологу, кто направляется к кардиохирургу. И дальше в ручном режиме отслеживаем маршрут каждого пациента, чем заканчивается. В рамках углубленного второго этапа осмотра Зульфия Ким, главный специалист-кардиолог Минздрава Республики, осмотрела нефтехимиков с возможным повышенным уровнем холестерина в крови и тех, у кого есть признаки атеросклероза, гипертония или ишемической болезни сердца. По результатам обследования, если обнаружатся более грозные признаки, которые могут привести к инсульту, инфаркту, работников компании направят к узким специалистам, например, к сосудистому хирургу. Все это позволит предотвратить развитие болезни, увеличить продолжительность жизни и повлиять на ее качество. Если своевременно начать правильно профилактировать, то есть раннее своевременное правильное лечение, с изменением образа жизни, с отказом от курения, то тогда вероятность развития инфаркта, мозгового инсульта, либо смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается в разы. Обследование мужской половины нефтехимиков казанскими врачами продлится до конца года. За это время планируют осмотреть 9 тысяч мужчин. На следующий год стоит план проверить прекрасную половину акционерного общества. На этом все о производстве. Программа продолжит свежий обзор городских новостей. Правильный выбор. Нижнекамским льготникам вновь предстоит сделать серьезный выбор. Воспользоваться соцпакетом и получать лекарство бесплатно или отказаться от него, взяв денежную компенсацию. С 1 февраля она составляет почти 864 рубля в месяц. Чтобы возобновить право на получение набора соцуслуг, необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением до 1 октября. Тем, кто уже получал бесплатные лекарства, в этом году заявление подавать не нужно. На высшем уровне. В Нижнекамске побывал легендарный футбольный тренер Курбан Бердыев. Он осмотрел территорию детско-юнической спортивной школы «Нефтехимик». Там будет построен современный манеж для занятий с мячом. Организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста тренеру предложил президент Татарстана Рустам Миниханов. Строительство площадки запланировано на следующий год. По-новому. В Камских полянах завершается капитальный ремонт молодежного центра «Алан». На реконструкцию из республиканского бюджета выделено 9,5 миллионов рублей. На сегодняшний день уже отремонтировали кровлю и фасад, обновили инженерные коммуникации, дизайнерские оформили стены кафе, актового зала и холла. Также в здании молодежного центра оборудовали класс для занятий с пенсионерами, студентами института третьего возраста. Танцы всем возрастом покорны. Необычная дискотека прошла во дворе дома номер 12 на улице юности. Под звуки гармонии и баяна вышли потанцевать все, кому за 60. Как отдыхают люди третьего возраста узнавала Кузель Вазива. Весело и задорно. Вот так жители седьмого квартала вспоминают свою молодость. Это мероприятие они так и назвали «Своя дискотека». Мне 78 лет. Я с удовольствием пела, плясала, танцевала. Могу и стихи рассказать. Вообще класс, класс. Очень хорошо. Спасибо, Найля. Хотел бы еще раз. Вообще бесподобные вот такие встречи. Такая вечеринка во дворе этого дома проходит не впервые. На этот раз на подмогу позвали музыкантов с другого микрорайона. Один из них даже подготовил сюрприз. Идгизар Гельманов, можно сказать, единственный в Татарстане, кто умеет играть на стуле. Научил его родственник. Я на ударных инструментах играл в Средней Азии, на танцевой площадке. Но я быстро схватил этот и слова переписал. Организатор мероприятия – председатель самоуправления. Такой формат гуляний выбрали не случайно. В этом микрорайоне много людей старшего возраста. Наш микрорайон самый лучший. И двор самый лучший. Красивый, уютный. И хочется здесь быть всегда. Теперь жители микрорайона с удовольствием ждут следующей своей дискотеки. Гузель Вазиева, Власимагин, НМедиа. Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» накануне провел открытую тренировку для представителей СМИ. Задача была показать, насколько стая готова к предсезонным сборам, которые уже сегодня стартовали в Финляндии. Волки пробудут там до 2 августа. В рамках сборов нижнекамская команда сыграет два контрольных матча – Словатым Юлаевым и Йокеретом. Оценила силы и подготовлены спортсменов и наша съемочная группа. С новыми силами за хорошим результатом. Вчера нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» отправился на предсезонные сборы. Перед важной поездкой главный тренер рассказал, какая погода установилась внутри команды. Мы работали 10 дней, был втягивающий цикл, но в основном все ребята пришли подготовленными для этого времени сезона, для работы. Не открою ничего нового, что здесь первый этап был, как вы сказали, что был направлен на развитие физической подготовки. Буквально вот мы пару дней назад вышли на лед. Будем дальше полномерно. Всего на предсезонные сборы отправились 30 полевых игроков и 3 вратаря. Еще два иностранных хоккеиста, которые только недавно подписали контракты с клубом, присоединились к «Волкам» уже в Финляндии. Стоит отметить, что в составе «Нефтехимика» еще три вакансии для иностранных специалистов. По словам Буцаева, они будут заполнены уже в ближайшее время. С игроками ведутся переговоры. Больным местом в команде остается проблема центрального нападающего. В поисках новых игроков тренерский штаб будет делать акцент именно на эту позицию. Невозможно не заметить, что состав команды потерпел значительные изменения. Да и тренерский штаб кардинально поменялся. По словам хоккеистов, новый тренер по физической подготовке уже определил, на что прежде всего делать акцент. Тренировки, я считаю, кардинально изменились. Много нового дела, много интересного. Чуть побольше бега. Но все интересно, все приятно. Все на пользу, так скажем. Очень много возрастных ребят приехало, которые уже поиграли в лиге, знают, что почем. Смотрю за некоторыми и стараюсь быть лучшим. А там уж как тренера решат. Если внимательно посмотреть на состав команды, то на сегодняшний день в стае очень много молодежи и свои силы волчата должны показать уже в ближайшее время. Все будет зависеть от того, кто себя проявит. Всем дается шанс, не только молодым, но и ребятам, которые у нас на просмотровых контрактах есть. Поэтому здесь все будет решать их игра на ледовой площадке. И там мы будем совмещать как тренировки на льду, так и тренировки на земле. Мы сыграем пару контрольных матчей с командой Словатый Лайф и с Йокеритом. Здесь, опять еще раз, каждая тренировка, мы должны становиться лучше, становиться сильнее, быстрее, как физически, так и в игровом плане. Пока болельщики нефтехимика ждут полную комплектацию команды, то сами хоккеисты продолжают работать до седьмого пота, чтобы к началу сезона быть в полной боевой готовности. Первая игра «Волков» состоится уже 2 сентября в Минске с местным «Динамо», а на домашнем льду хоккеисты сыграют 9 сентября с «Динамо Рига». Айрат Салимов и Сулуха Афизова, Роман Мальцев, М-Медиа. Молодежь Нижнекамска «Нефтехима» продолжает развивать свою спортивную подготовку. Накануне активные нефтехимики устроили соревнования в карт-клубе. Борьбе за звание лучшего на километровом треке участников подстегивала масса адреналина. Наша съемочная группа стала свидетелем ожесточенного гоночного боя между заводами из опрена мономера и дивинила и углеводородного сырья. Уже в третий раз активная молодежь Нижнекамска «Нефтехима» устраивает подобные соревнования. Два предыдущих мероприятия проходили на закрытой площадке, но в этот раз масштаб решили увеличить. На километровом треке, предназначенном специально для гоночных соревнований, участвовали 16 человек от заводов из опрена мономера и дивинила и углеводородного сырья. Во-первых, получается, у нас сейчас по всему объединению Нижнекамска «Нефтехим» очень сильно активно пропагандируется молодежь, потому что новое поколение, так скажем, она уже наступает на пятки уже старому поколению. Мы хотим, чтобы действительно молодежь развивалась в плане творческого, спортивного характера и все такое. Поэтому мы такое похожее мероприятие, как картинг, проводим уже не впервые. Но сегодня, я так скажу, на профессиональной трассе мы это делаем впервые, поэтому мы немножко волнуемся, не знаем, как это все будет происходить. По словам участников, они приехали сюда просто весело и активно провести время. Но соревновательный дух сделал свое дело. Уже скоро появилась новая задача – выяснить, какой из заводов лучший в спортивных гонках. Отличное настроение, хорошо провели время, отличные гонки и картинги тоже очень хорошие. Большое спасибо, по-моему, НКНХ за устроенное мероприятие. Соревнования прошли в три этапа. В каждом заезде принимали участие по три человека. Кто приезжал первым, проходил в следующий тур. И так до тех пор, пока не были выбраны три финалиста, которые боролись за звание лучшего на гоночном треке. На старте гоночного трека осталось два участника, которые и боролись за первое место. Финальная гонка проходила на равных. Вначале лидировал представитель завода ИМ. Но всего одна ошибка, и вперед вырвался его оппонент. Что подвело тебя на трассе? Не знаю. Азарт просто врезался. Ты сам в атаку пошел, и так получилось? Не, мы оба на повороте так вышло. Обидно или нет? Ну да уж. Ну, изначально вообще ехал так покататься, а потом? Финал. А вот и он, победитель соревнований, Ильшат Усманов. Начальник смены цеха номер 1430 завода ДБ и УВС. Все три этапа парень стойко держался на гоночном треке и не давал своим соперникам взять превосходство. Вроде картинг-то так по мощности не самый сильный был, но на поворотах, устойчивость, умение выруливать, скорее всего, это помогло. Ошибка соперника была в том, что он у меня врезался на предпоследнем круге, на предпоследнем повороте, то, что его развернуло. А так, я не знаю, чем бы это все закончилось. Всех победителей и призеров в личном зачете наградили дипломами и билетами в кино. Уже скоро актив молодежи Нижнекамск-Нефтехима планирует провести подобные соревнования с большим количеством участников, с музыкальным сопровождением и концертной программой. Евгения Смоленкова, Кирилл Темников, Влас Семагин, НМедиа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся в среду в этой же студии и в это же самое время. А для тех, кто не мыслит в своей жизни без интересных и горячих новостей, круглосуточно работает наш сайт 3w.medianknh.ru и группа ВКонтакте. Проблемы горожан, изменения в законодательстве, происшествия, культурные события Нижнекамской Республики. Специально для вас мы собрали все самое интересное на одном сайте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересные информации, которые бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа «Велась слуха Физова». До встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин